Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это обзор на вторую серию игры Banner Saga. Первая часть вышла в 2013-м, и многие её называли вообще игрой года, потому что действительно Banner Saga выглядела и необычно, и инновационно, и что сюжет, что процесс захватывал. Баннер Saga 2 мало чем отличается от первой части, и в этом, собственно, и есть главная проблема. Но обо всём по порядку. Совершенно недавно я выпустил обзор на третьих казаков, которые по-хорошему отличаются только некоторой технической новизной, а на самом деле являются просто переработанными первыми казаками. Но для них это простительно, потому что прошлые игры вышли фиг знает когда, и многие поклонники не просто ждали, а требовали тех же щей, да, улучшенных под современные платформы. С Banner Saga же история другая. Да, разработчики изначально говорили, что Saga в названии не просто так. Будет несколько игр, похожих, которые будут рассказывать историю в течение нескольких серий, но чтобы настолько похожих, это, мягко говоря, прям как-то и неудобно. Между первой и второй частью прошло, по-моему, полтора года, а ощущение, что проделаны работы на полтора месяца. Графика не изменилась. Ладно, тут такая стилистика, что и непонятно, что менять, но когда ты в игре видишь те же задники, что и в первой части, у тебя возникают вопросы. А чем вообще занимались художники тогда? Или они ничем не занимались? Вы просто составили из прошлых набросков новые задники и пытаетесь выдать это за новую игру. Может, тут какие-то новшества в геймплее? Кстати, если вдруг кто не знает, во-первых, отправляю к обзору моему первой Banner Saga, а во-вторых, вкратце объясню. Эта игра представляет собой несколько десятков тактических боев, между которыми развивается сюжет. Что в первое, что во второй части вы управляете караваном, который кое-куда движется, я просто стараюсь сейчас не раскрывать сюжетные ходы. И постепенно с вами происходят всякие события во время движения этого каравана. Такая мини-игра тоже. Ну и иногда еще бои. Тактические, пошаговые бои со своей особенной механикой. Это все классно. Но вот лично мне играть во второй раз в Banner Saga уже было неинтересно. Да, есть много людей, которые их прошли. Я вижу даже по обзорам, что люди пишут, мол, полностью прошел эту игру, понравилось, но не рекомендую. Потому что действительно это ленивая халтура. И, кстати, это даже заметно по количеству проданных копий. Первая Banner Saga почти 700 тысяч, а вторая Banner Saga, которая вышла в конце апреля, видите, как я затянул с обзором, даже меньше 80 тысяч. Более того, в первую Banner Saga играет больше людей на данный момент, чем во вторую. И я объясню, почему. И я вам даже советую играть в первую Banner Saga. Потому что вторая ничем не отличается. Вот просто я не понимаю, чем занимались разработчики. Вот эта неотличимость, она, простительно, Fallout 4, XCOM 2. Хотя, что я говорю, в тех играх как раз очень много новых идей по сравнению со второй Banner Saga. Для пошаговой стратегии это фигня полная. Потому что то, что казалось классным в первой Banner Saga, во второй уже, мягко говоря, приелось. Если в первой части мне был интересен сюжет, то во второй они опять куда-то идут с этим, блин, караваном. Ребята, ну давайте что-то менять уже. И самое гадкое, что тут еще отвратительные диалоги стали. Я, вот, может, я этого не замечал. Может, в первый Banner Saga я был менее привередлив, потому что общая такая атмосфера была неплохой. Но во второй Banner Saga они, ну, не знаю, и пафосные стали. И при этом несут минимум информации. Их хочется прокликивать. Да, сразу уточню, русского языка нету во второй Banner Saga. В первой его тоже изначально не было, но потом подвезли. Тут до сих пор еще не подвозят, хотя прошло полгода с выпуска. Хотя есть перевод от поклонников. По-моему, вполне неплохой для тех, кто вдруг будет играть все-таки во вторую Banner Saga, подойдет. Ну так вот, тут повторяется практически все. Несмотря на то, что тут можно экспортировать сейф от первой Banner Saga. Там вроде как учитываются ваши действия, и как-то это влияет на сюжет. Но ощущение от игры такое, как будто самим разработчикам уже надоело ею заниматься. И это в принципе-то понятно. Несмотря на то, что Banner Saga сама по себе такая интересная игра. Но делать на ее основе несколько игр скучновато. 2GIS это не просто карта или справочник. В этом приложении множество полезных фильтров. Например, можно не только увидеть все новостройки на карте. Но и отфильтровать строение по стоимости квадратного метра, году постройки, материалу и прочему. Так что заходите на 2GIS.ru и пробуйте. Да, тут есть несколько новых способностей. Новые герои, естественно. Старые все герои начинают с 5-4 уровня. То есть вам дают еще больше прокачиваться. И в принципе-то вот тактические бои, они хороши. Я не спорю. То есть вот сама игровая механика, она классная, за счет чего и держала первая Banner Saga. Прохождение первой Banner Saga примерно часов 15 занимало. Вот этого было достаточно. Это вот ощущение законченности. А когда ты запускаешь вторую часть, у тебя ощущение, что ты продолжаешь играть в первую. И тебе уже не хочется. Но я про себя говорю, потому что я знаю, что есть многие люди, которые прошли и перепрошли даже вторую часть. Но я-то должен вам объективный обзор сделать, правда ведь? В общем, все плюсы второй части, это по-хорошему заслуги первой Banner Saga. Так зачем мне вам тогда советовать играть во вторую Banner Saga? Вот серьезно. Если вы новичок, то купите просто первую Banner Saga и играйте в нее. Потому что она отличная пошаговая тактика. С необычным сюжетом, с оригинальной графикой и так далее и тому подобное. И если вам вдруг покажется мало первой Banner Saga, тогда можете добавить и вторую. Вы знаете, она, вот Banner Saga 2, она даже не выглядит, не просто второй частью она не выглядит, в моем понимании даже аддоном не является. Здесь нету своей изюминки, которая бы отличала ее от прошлой части или от оригинальной игры. Я не знаю, вот с чем сравнить. Вот оригинальная Цива, Gods and Kings и Brave New World. Вот каждые оба аддона и оригинальная игра отличаются друг от друга. Там есть на что расставлен акцент. Тоже касается там и второго XCOM'а по сравнению с первым или четвертого Fallout'а по сравнению с Fallout'ом. Да и то это, ну, AAA игры, они большие. В таких огромных играх довольно сложно придумать новые идеи, но все равно народ хоть как-то старается. Почему здесь инди-разработчик, которому выдали очень много авансов, внезапно выпускает вот такую халтуру, ставит цифру 2? Какие были проблемы у компании Stoic, чтобы поработать над Banner Saga с большей фантазией? При этом поразительно. Я захожу на Steam и вижу, что оценки Banner Saga 2 выше, чем у первой Banner Saga. Да потому что играют просто фанаты оставшиеся. Вот они поставили высокие оценки, а другие люди, они даже не могут объяснить, что им в игре особо не понравилось. Да очень просто, еще раз повторю. Вот если бы не было первой Banner Saga, то часть 2 была бы офигительной игрой. Но так как есть первая часть, я реально не понимаю, за что хвалить Banner Saga 2. Здесь нету абсолютно ничего нового вообще. И мне из-за этого, вот я за себя говорю, просто было скучно в нее играть. Поэтому и обзор задержался на полгода. Я думал, ну вот тут распробую, мне захочется помогать Варлам, и я наконец пойму, в чем кайф от второй Banner Saga. Да хватит мне себя мучить, нет тут никакого кайфа. Поэтому итог. Если вы ни разу не играли в Banner Saga, то рекомендую купить первую часть. Игра действительно хорошая, и я рад, что обзором второй части я могу вам о ней напомнить. Если вы играли в первую Banner Saga, и вам показалось ее мало, то тогда имеет смысл купить вторую. Но вы должны четко понимать, что это все равно та же первая Banner Saga, просто еще больше тактических битв. Если же вы играли в первую Banner Saga, и вам оказалось достаточно, то про вторую и забудьте. На этом все, вы слышали Лешу Халецкого, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео, и раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что до свидания до конца. Удачи и играйте в умные игры. Субтитры сделал DimaTorzok